очень доброе солнечное утро сегодня я более чем уверен что смогу подбить вас на поездку хоть куда-нибудь даже не сомневайтесь в этом ибо покажу такие красоты перед которыми вы не сможете устоять и рванете смотреть их лично самостоятельно они на экранах они интересны эффектны с историей и залетают в личный топ посещенных мест со свистом будет интересно до самой последней локации итак погнали съезжаем с кольцевой на Гродненскую трассу и погода и пейзажи радуют за бортом свежо катим маршрут на сегодня не самый большой стоп в районе 500-550 километров вертим головой наслаждаемся окружением подъезд к первой локации да да очень рад игровейка это исключительная радость положительные эмоции настроение ну конечно нервная улыбка перекашивающее лицо ну что так вот с первой локации игровейка сильно на сегодняшний локации ну и и и и и и и и Ну, как же не прибежать и не поздороваться? Охрана достопримечательности, есть охрана. Раннее утро, отсутствие любопытных жителей, отсутствие вопросов. Только в редких проезжающих мимо авто водителей косятся на мотоциклистов в яркой жилетке, путая меня с сотрудником ГАИ. Красивый костел в лучах утреннего солнца, бутовый камень. Сегодня много будет бутового камня. В отдельных моментах прям очень-очень-очень. Продолжение следует... Осмотр закончен. Двигаем дальше. Просторы, воздух, поля, запах. Двигаясь на автомобиле, большинство этих эмоций остаются без внимания. На двух колесах не пропускаешь ничего. Быстро добираемся до Ивье. Бывал здесь и раньше, но не заехать нельзя. Ну как это можно оставить без внимания? Ивье де Жанейро. Дальше поймете, почему такое название. Найдите ассоциацию. Продолжение следует... Отсюда двигаем в Соботники. Костел Святого Владислава, по факту фамильная усыпальница рода Уместовских, к дому которых мы подъедем позже. Похоронен здесь и сам Владислав, и его ранее умершие родственники. Вот только несмотря на то, что места все-таки и было подготовлено для супруги Владислава, она здесь не похоронена, хоть и есть даже плита. Умерла она далеко от дома в Риме. И у креста сломана его часть. Мне нравится, что не реставрируют, а оставляют как есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Совсем короткий перегон и аводы, построенные самими и хозяевами, столько времени прошло, а до сих пор действующий спиртзавод. И хоть здесь, со слов местного жителя, разливают уже не спирт, а не замерзайку. Информация не проверена, но остается только верить. Ну ведь, как хорошее производственное здание, а столько деталей. Боюсь представить, как вот в таком случае выглядит жилой дом хозяев, если даже здесь удостоились такому вниманию к мелочам. Совсем рядом со спиртзаводом расположен амбар. Мы еще вернемся к нему, а сейчас пока двигаем к ГЭС. Продолжение следует... Пусть это и не часть хозяйства у мистовских, но не взглянуть нельзя. Это, так сказать, условно новострой, хоть уже и не действующий. И озеро возникло по необходимости для функционирования как раз вот этой ГЭС. А вот до озера на этом месте была система каналов, созданных под впечатлением посещения хозяевами в Венеции. И вернувшись домой, захотелось создать что-то похожее и у себя. И им это удалось. Систему созданных каналов так и назвали – Венеция. Посередине стояла мельница. Вокруг нее плавали лебеди и дикие утки. А в выходные и праздники по каналам на лодках катали гостей. Ну, каналы были не только для развлечений, они еще отводили воду в весенние паводки. Но при строительстве ГЭС решили, что озеро нужнее и необходимее. И каналы были затоплены. Так и образовалось, собственно, это озеро. Жаль, не увидим балой красоты. Было бы интересно, конечно. Возвращаемся к амбару. Вот в эту арку как раз въезжали телеги на разгрузку. Своего рода современный склад, рампа. В амбаре даже была комната из кирпича. Поясню, почему, обращая внимание, что из кирпича. Это как бухгалтерия или комната учета с повышенной безопасностью. То есть в кирпичную комнату проникнуть со стороны было сложнее, чем в деревянную или какую-либо другую. Опять же детали. Исполнение вот амбара. Ну, красиво же. Переводим взгляд чуть в сторону и ледовня или, правильнее сказать, холодильник. Целое отдельное здание. Холодильник. Из водоема вырезали куски льда, перемешивали с сеном и засыпали в ледовню для поддержания постоянной температуры внутри. Ну, уж даже промолчу про внешнюю красоту здания. Ну, вы видите все сами. И переходим к самому дому. Ну, что тут скажешь? Ну, нет слов. Вот эти серые элементы вверху колонн, балконы. Это оригинальные детали из чугуна, сохранившиеся до сих пор. Ну, а сам дом скопирован с Лозенковского дворца, который находится в Польше. Ну, уж очень понравился хозяеву. Решили повторить его и у себя. Вроде как и внешне планировка комнат полностью соответствует дворцу в Польше. И, кстати, на полу вот при входе и внутри здания оригинальная плитка. Действительно оригинальная с момента постройки. Вот умели делать. И внутри, кстати, в доме вот решетки каминов, какие-то отдельные элементы из того же чугуна. То, что сохранилось, то, что не утащили, не пропало. Класс. Сюда мало приехать на один день, чтобы увидеть и прочувствовать всю эту красоту. Здание хоть и не пострадало в войнах, но судьба у него все равно не самая веселая. В Первый мировой был военный госпиталь немцев. где они там лечились, отдыхали. Потом было разграблено, вывезено ценности, картины, какие-то отделки и части интерьера, которые представляли какую-то ценность. Совершенно не планировал попасть внутрь здания. Ну и табличка на входе об этом, собственно, и говорила. Но и вы, приехав сюда, сможете попасть внутрь. За чисто символическую плату. Верьте, у вас все получится. И медленно отъезжаем от здания. Вот этот круг, как мне кажется, ну, пусть сейчас здесь и асфальт, наверное, в лучшие свои времена здесь тоже была дорога, по которой ездили кареты и делали там или круг перед зданием, или этот момент подъезда был к нему. Интересно. Так вот стартуешь и делаешь круг. И уезжаем отсюда. Кстати, хозяева отсюда ездили прямо в Вильнюс. 70 километров было и могли за день управиться, туда и обратно съездить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще заглянем к колоннам. Найти их оказалось не так просто, но стоят ли они внимания, ну, тут уж и решать вам. Субтитры создавал DimaTorzok и под впечатлением двигаемся дальше. Я, конечно, знал, куда еду, но одно дело видеть все это на картинках, фото. И совершенно другое дело увидеть это живьем. Это локация в личный топ, прям на первые места со свистом. Вот, очень. Костел святого Казимира. Снова бутовый камень. Не оторвать глаз. Уже собирался уезжать, но слышу вопрос, а быстро ли едет? Оборачиваюсь. Человек с улыбкой. Ну, говорю, бывает и быстрее мотоцикла. Слово за слово и прям становится доброй традицией. Он говорит, что является настоятелем этого костела. Отец Андрей рассказал о строительстве храма, как поднимали каменные блоки на верхушку башни. Ну, и спрашивает, был ли я внутри. Говорит, там работы ведутся, ремонтные на крыльце, прям как-то неудобно людей беспокоить. Да я чаще и не захожу внутрь. Ну, отец Андрей, ну, прям чуть ли не за руку, что обязательно, обязательно нужно попасть внутрь и посмотреть. Не буду. Вот кому интересно, больше фото, вот в Инстаграм загляните, там есть фотографии, там есть фотографии внутри храма. Очень благодарен отцу Андрею за это. Он говорит, что, ну, если будешь рядом, обязательно заглядывай еще в гости. Субтитры сделал DimaTorzok Стартуем к следующей локации. Погода ровная, дождь не предвидится. Субтитры сделал DimaTorzok Побежаем к остелу Святого Юрия. Привычно, очень ухоженная территория вокруг. Размах. Субтитры сделал DimaTorzok И вот такие жители рядом. Интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Двигаем дальше. Небо немножко настораживает. Неужели и сегодня-то я буду не сух? Посмотрим. Добавил субтитры сделал DimaTorzok 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 Костел преображения Господня. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Двигаем дальше, не забывая радоваться в погозе. Подкатываем, ну вот это вот здание, тоже представляет интерес, но сегодня мимо, как-нибудь заедем к нему специально. Приезжаем в метр двор, на комбайн, на трактора. И подкатываем, как думаете, что это такое? Ну это бывшая мельница, но сохранилась она вот в таком виде, не задерживайтесь, ибо впереди ждут другие локации. Субтитры делал DimaTorzok 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 Не задерживаемся, ибо впереди ждут другие локации и где-то здесь должна была быть встреча, но не получилось. Думаю, в этом сезоне обязательно все срастется и увидимся. Субтитры делал DimaTorzok Костел Архангела Михаила Здесь шла похоронная процессия, неправильно было бы здесь некорректно крутиться со своей съемкой, поэтому не слазя с мотоцикла одно фото и уезжаем. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Снова радует просторы, поля, горочки. Субтитры делал DimaTorzok 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 Прокатимся через Едем к одной интересной локации Но сейчас не скажу о ней ничего Увидите сами, место сказочно интересно Причем сказочно это в прямом смысле слова Смотрите Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Подкатываем, здороваемся Субтитры делал DimaTorzok И без видео вы сможете посмотреть Вот когда приедете все сами Я думаю, впечатлитесь больше, чем Видя это все на экране Потому что вот, ну, если даже остановка Общественного транспорта выглядит вот так То что же будет дальше? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Бегло фото И однозначно Личное впечатление будет Гораздо больше Чем вы видите сейчас Субтитры делал DimaTorzok И дальше дорога домой Уже без локации только дорога Как сказал один блогер Есть термин ДОЕЗДЕНК Это когда нужно просто доехать Субтитры делал DimaTorzok Ну и заправка И такие классные объекты на ней Улыбка вызвана Настроение усиленное И снова скажу и повторюсь Вставайте с дивана Постарайтесь увидеть все это Лично и впечатлиться Дорогого стоит И да До встречи на дорогах Беларусь Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok